Большой виниловый привет, братья и сестры! Рад вас всех снова видеть. Большое вам спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии особенно. О, насчет комментариев. Вот, даже ноут с собой притащил. Вообще первый раз. За все время съемки. Итак, товарищ Олег Захарьев пишет нам, мне. Цены у вас примерно такие же, как у всех. Тут так фраза выстроена. То и выше. Примерно одинаково. Никакой дешевизны. Нет, нечего себя рекламировать. Сейчас ни одной ставки, ни по одному лоту. Это он писал 18 часов назад. То есть, через примерно 3 часа после выставления пластинок. Да, возможно, на кое-что цены у меня такие же, как и у других. Возможно, даже где-то повыше. Но я уже говорил, как я ставлю цены на пластинки. Я смотрю предложение на мешке. Смотрю предложение на дискокс. И стараюсь поставить ниже самые нижние планки по мешку. Я также смотрю проходы на мешке. То есть, если по нормальным ценам, от какую-то пластинку, к примеру, образно говоря, Cars, Greatest Hits, цена на нее около 2000 рублей. Я смотрю, по сколько ее покупают. Да, бывает, кто-то случайно купил ее за 4000. Но в основном я смотрю средняя цена, по которой она проходит. Нижняя планка. И смотрю, сколько сейчас выставляют. Потому что бывает так, что по хорошим ценам пластинки сразу раскупают и остаются в продаже несколько экземпляров, в которых цены очень и очень завышены. Такое бывает. Особенно на востребованные пластинки. Так вот, я смотрю по проходам. Если люди брали эти пластинки по 2000 и не один раз у разных продавцов, то значит, цена эта вполне нормальная, адекватная по той, которой люди готовы эту пластинку покупать. И опять-таки, я всегда ориентируюсь и на себя. Взял бы я эту пластинку в этом состоянии по такой цене. Если мой ответ будет самому себе. Удовлетворительный, значит, я выставляю. Потом. Никакой дешевизны. Ну, друзья, да может быть, да. Что-то есть. Я дешево выставляю, что-то не очень. Но дело в том, что далее нечего себя рекламировать. Ну, во-первых, эти ролики наверняка, это как реклама, наверное. Ну, вообще, на самом деле, почему я стал эти ролики создавать? Ну, так, если сказать по-русски, дурачусь. Вот. На самом деле, я не продавец винила. Вот такой, так скажем, профессиональный. Я вообще не профессиональный продавец. Так скажем, это для меня винил. Вообще винил. Вот, знаете, с винилом ковыряться, что-то там где-то помыть, где-то подправить, где-то послушать, где-то продать, где-то себе оставить. Это у меня хобби. То есть, я такой же любитель, как и вы все. У меня нет магазина, никогда не было. Я не профессиональный, не профи в продаже винила. Понимаете? И особо рекламируйте. Видите ли, дело в том, что мое благосостояние не зависит от того, купит товарищ по имени Олег Захарьев у меня пластинки. Или кто-то еще. Слава богу, у меня тут с этим все в порядке. И то есть, эти пластинки я выставляю просто потому, что мне нравится возиться с винилом. И я хочу по более-менее нормальным ценам донести эти пластинки до вас. Не по тем ценам, когда ты заходишь в магазин, и у тебя последние волосы начинают шевелиться от этих центов. Вот я заезжал. Я заезжаю периодически в магазины к людям. У меня есть знакомые, кто держит эти магазины. Ну, само собой. Не потому, что у меня там канал маленький такой вывинил. Или не потому, что я давно занимаюсь продажей пластинок. А нет, потому что я просто давно в теме. И, естественно, мы с этими людьми знакомы. И, конечно, у них прежде всего, им нужно выставить пластинки как можно дороже. Вот что делают профессиональные продавцы. Это их, так образом говоря, работа. Они с этого зарабатывают денежку. Бога ради. Бога ради. Кто же против? Но дело в том, что иные продавцы, не все, не все, на мешке есть очень много хороших, опять-таки, с кем-то я даже знаком, с кем-то нет, очень-очень адекватные продавцы. Именно продавцы винила. А есть те, кто краев не видит совершенно. То есть, надо заработать как можно больше. Я же, друзья, я не лох, я прекрасно понимаю, я в теме, опять-таки, говорю, я понимаю, сколько стоят эти пластинки, за сколько даже эти люди брали эти пластинки. Иногда даже знаю, где они их брали. И когда я вижу, что ценник на них вырастает после выставления на мешок в 5-10 раз, это не уму, не сердце, что называется. Просто смотришь и плачешь. И вот по этой, кстати, причине я как раз и занялся продажей винила. Это где-то случилось, возможно, лет, наверное, 20 назад. Я вообще, на самом деле, всегда занимался военным антиквариатом. И люди, кто этим занимаются, они до сих пор меня знают, как Стас Бора. Я был модератором на ВВ-2 и на Лепштандарте, где только не был. Но занялся винилом сначала параллельно, потом в основном именно по той причине, что не хотелось себя как-то ощущать дураку. Бывая постоянно за границей, я прекрасно видел, в том числе и в магазинах, и на сайтах зарубежных, сколько стоят пластинки. И когда я пытался купить то же самое, что мне понравилось там, купить здесь, то ценник, как я говорил, был в 5-10 раз дороже. Понимаете, дело в том, что россияне не богаче тех же немцев, или нидерландцев, или кого угодно, хоть поляков, в 5 раз. Понимаете, и цены у нас должны быть, должны быть, нет, они не такие, но они должны хотя бы быть похожими на цены европейских рынков. Но почему-то вот так не случается. И вот я решил, что по мнере своих скромных сил и малых возможностей, я все-таки донесу часть, маленькую часть винила до, так сказать, потребителя, до слушателя. И стал, так скажем, привозить винильчик малыми партиями. На самом деле я не могу составить конкуренции профессиональным продавцам. У меня совершенно не те объемы. И у них пластинки, кстати, продаются очень и очень дорого. Вот по тем ценам, которые они выставляют. Ведь они же не просто так выставляют, и годами они у них там висят. Нет, их постепенно забирают по той же цене. Я это абсолютно точно знаю, да и вы тоже. Ну, в общем, вот так я попытался развернуто ответить. Да, и здесь что написано? Сейчас ни одной ставки, ни по одному лоту. Это неправда, товарищ Олег. Потому как, когда вы писали это сообщение, то больше половины уже забрали с мешка. А на данный момент, на момент записи этого ролика, из всех, что я показал пластинок в прошлом ролике, остались только четыре штуки. Ну, я думаю, их заберут. Так что вот так. А теперь, друзья мои, закрываем ноутбук и переходим к обзору сегодняшней пачки пластинок, которые я предлагаю вам купить. Да, всё-таки купить. Savage Rose. А, да, сегодня, друзья мои, пластинки будут в состоянии EX+. То есть, по моим меркам, в очень хорошем состоянии. Есть кое-где царапки, которые не должны особенно, так скажем, влиять на звучание. Но это не неоминт, не минт и не неоминт минус даже. Это всё-таки EX+. Но играть они все должны очень хорошо. Должны. Почему? Потому что у меня в основном, по большей части, 95 где-то процентов, это оценка визуальная. Поэтому гарантировать, что она будет играть именно отлично или очень хорошо, я, конечно же, не могу. Но выглядит она достойно. EX+. Все конверты у меня, как всегда, в состоянии VG, так как бумагу, бэушную и очень старую, я не могу оценить выше. Итак, Savage Rose уже неоднократно показывал, рассказывал. И это замечательный датский старый коллектив. Прог-рок, психоделик-рок. И это их альбом с 1972 года. Производство – Дания. Коллектив датский, и это датский. Оригинальный пресс с 1972 года. Название альбома – Торжество смерти. На мешке их будет довольно много. И я хочу за эту пластинку попросить 2300 рублей. Причём они у меня были несколько раз, часто, и цена не изменилась совершенно. Именно за EX+. Опять они. Но это уже, друзья, 1968 год. И это немецкий пресс. Вот именно в таком конверте эта пластинка выходила в других странах, в других конвертах. Это, так скажем, мне он больше нравится, такой симпатичный, с фотографией. Выпускался только в Германии в таком конверте. На Дискокс именно вот это издание, этот пресс немецкий, он начинается от 19 евро. Вот так. Я хочу попросить, друзья мои, 2500 рублей. Назарет. Назарет никому представлять, я думаю, не нужно. Это 73-й год. 73-й. Очень известный альбом. Пресс также немецкий. Так, ну что ещё сказать? Ну, хард-рок, понятное дело. Наверное, про Назарет вы лучше меня знаете. На мешке именно вот этот альбом представлен в основном почему-то, ну, вообще-то чё почему-то, белорусскими и нашими бутлегами. Что хочу сказать? Так как эта пластинка очень распространённая, у меня были. Я держал в руках и слушал и белорусские, и наши бутлеги. Друзья мои, это полное барахло. Они не звучат. Здесь я совершенно официально об этом заявляю. Но вы, скорее всего, знаете это и без меня. Белорусские вот эти, белотон, это вообще, это купил и выбросил называется. Итак, ладно, всё, это Германия, 73-й год, хард-рок, 2400 рублей. Ванилла Фьюдж тоже показывал, и она даже сейчас есть у меня на мешке, но там, к сожалению, состояние VG, такое, знаете, VG+. Это состояние, естественно, EX+, и цена будет чуть выше, там цена 900 рублей, по-моему. Это, это, вот тоже конверты были разные. Вот это немецкое издание, и это так называемая допечатка 69-го года. Изначально альбом вышел в 68-м году. Это прок-рок, психоделик-рок, симфоник-рок, Ванилла Фьюджи – это американская рок-группа, образованная в 1967-м году. Цена 1500 рублей. Так, Black Rose – это американская группа, довольно, так скажем, нечасто попадаются оригиналы именно вот этого вот первого их альбома 90-го года. Это 90-й год. Это оригинал, друзья мои, это не переиздание в оригинальном конверте. Я ее послушал, здесь есть стикер, сейчас прочту. Что сказать, на Дискокс именно это издание начинается от 35 евро. На мешке сплошь бутлеги будут. Там оригинальных изданий только две штуки я увидел, специально посмотрел. Одно стоит 5900, другое – 7500. Можете сами посмотреть, забейте, пожалуйста. Так, что еще сказать? Ну, что это? Хард-рок, рок-н-ролл, блюз-рок. Итак, что написано на стикере? Прослушал всю. Звук супер. Выше EX-плюс точно. Но так как есть немного тонких царапок и чуть-чуть песочка, между песнями ставлю только EX-плюс. Ну и учитывая все вышесказанное, ценник я поставлю на нее, друзья мои, 4000 рублей. Эсперанто, англо-бельгийская группа, старая группа, рок-группа, она выпустила всего три альбома. Это вот Les Tango. Это последний их альбом. Больше они ничего не выпускали. На мешке я видел три предложения. Самый дешевый – 3700, по-моему. Самый дорогой – 8. Вот. Что за музыка? Это про-грок. Это про-грок, друзья мои. Это 1975 год. Английский пресс. Ладно, оригинал говорить не буду. Потому что новоделов, по-моему, их не было. Ну и слава богу. Пластинка недешевая – 2800 рублей. Недешевая по моим меркам, так скажем, по моим пластинкам. Moody Blues. Ну, понятно, все, друзья. Moody Blues. Альбом называется «В поисках утраченного аккорда». Это 68-й год. Английский пресс. Конверт разворотный. Насчет первого пресса, друзья, не знаю. Вот в этот раз не заморачивался. Почему? Потому что в данном случае нет смысла. В 68-м году эта пластинка выходила много раз. И какой это по счету там пресс, не знаю. Но это точно 68-й год. Психоделик рок, симфоник рок – 1700 рублей. Так. А Фрэнки едет в Голливуд. Друзья, двойник. Добро пожаловать в Дом удовольствий. Разворотный. Оригинальные внутренние. Пресс – это то, что я называю Англия для Швеции. На мешке они, конечно же, будут. Это никакая не редкость. У меня они тоже много раз были. В таком состоянии EX+, 1900 рублей этот двойничок. Бонни М. Ночной полет на Венеру. Снова. Опять-таки, друзья, конверт разворотный. Как положено. Пресс немецкий, 78-го года. И есть здесь также почтовые карточки. Я их не буду доставать. Вот они здесь лежат. Почтовые карточки чистые, неразорванные. Все как и должно быть. На мешке тоже их валом. Смотрите, сравнивайте. Я хочу предложить по цене 1900 рублей. Если с карточками, думаю, это вполне себе нормально. А вот эта пластинка, выпущенная на Zoox Records, в 1984 году, немецкая. И это, друзья, Итало Диско. Мало того, это ремиксы Итало Диско. Здесь у нас Savage, здесь у нас Mika Mission и Valery Durre. В общем, вот такие три исполнителя с ремиксами. Именно вот ремиксы. Don't Cry Tonight, тут, к примеру, у Savage. Редкий сборник ремиксов Итало Диско. Он, друзья мои, на 45-й скорости, но довольно длинный. Там по три композиции с каждой стороны. Но так как это все-таки не полноценный LP, так скажем, а все-таки, наверное, мини-LP на 45-й скорости. Ну, 45-й скорости – это хорошо. На самом деле, это замечательно. Тысяча рублей, думаю, будет нормально. Даже несмотря на то, что он редкий. А вот этот Digital Sound, у меня были такие пластинки один или два раза. Это Manuel's London Super Sound Orchestra. Исполняет известные композиции. Тут в том числе и Beatles есть, и облади-облада. Кто-то мне как-то, ну, в общем, так скажем, есть мнение, что эта пластинка, она больше никогда, вот один раз выпускалась, и больше этот коллектив нигде не звучал и не участвовал. Было мнение, что это какая-то демонстрационная пластинка, которая продавалась вместе с каким-то проигрывателем. Это 79-й год, пресс немецкий, и, я так скажу, довольно редкий. Но так как это все слухи насчет демонстрационности этой пластинки, я так полагаю, ну, 800 рублей она всяко стоит. Почему? Потому что я посмотрел прошлые продажи. Год назад она у меня продалась в таком же состоянии за 800 рублей, причем ушла сразу. Замечательная, кстати, красивая музыка. Далее, друзья, вот этот сборник Hit News, я вот тоже специально включил в этот обзор. Это тоже немецкий пресс, это, по-моему, 84-й что ли год. Да, это 84-й год, немецкий пресс, довольно редкий. Возможно, это какой-то, может быть, какой-то рекламный пресс, не знаю. Но, здесь замечательные, кстати, исполнители. Здесь вот помимо самого Лемал, да, тут у нас и Ричи Повери есть, Сплэш, Хипнозис, Эдди Грант, Газебо, Ким Уайлд, Дюран Дюран, Кино Тернер. В общем, вот так. Но, но, в чем здесь редкость, друзья? Здесь мне попались оригинальные наклейки, которые должны быть. Это оригинал. Оригинальные наклеечки. Обычно их, конечно же, не бывает. Их в те 80-е годы люди куда-нибудь клеили, на кассеты, на прочее. Но здесь попалось. Это чрезвычайно редко встречается. Такое одно предложение есть на мешке. Ну, без наклейок, конечно. Состояние там в EG+, стоит у продавца, эта пластинка, 800 рублей. Я в EX+, вместе с наклейками, хочу попросить, друзья мои, 1200 рублей. The Art Company. Хорошая голландская группа, прославившаяся тем, что написала известнейший хит Сюзанна. Выпустили они всего два альбома. И это голландский пресс, как и должен быть. Голландская группа, голландский пресс, 1984 год. В данном случае говорить первый пресс, не первый пресс, никакого смысла нет. Это вам не какие-нибудь ранние дипеплы. Поэтому 1300 рублей. Так же, как, кстати, и в прошлый раз у меня она была. Один из лучших, на мой взгляд, сборников Hard and Heavy, это вот такой вот голландский Hard Rock 83. Должен он быть с постером. У меня он, кстати, с постером. Но здесь постер кто-то помыл уже. Это 83 год. На мешке их в данный момент нет. Почему? Потому что их разбирают сразу. Просто вот люди, кто-то выставляет их, бац, и нету. Ну, правда, на мешке, по-моему, давно не было. Было как-то предложение проскакивало. Итак, что написано на стикере? Есть тонкие царапки, прослушал два раза. Звук не ниже, и X+, твердо. Вот. Но группы, вы сами видите, группы здесь, конечно, бомбовые. Поэтому я и сказал, что это один из лучших сборников Hard and Heavy. 1800 рублей этот сборник стоит. Группа Утопия, да. Это, как я при распаковке говорил, у меня был новодел такой. Это не новодел. Это 1974 год. Голландский пресс. Теперь, слава богу, оригинал. Здесь конвертик чуть надорван и заклеен скотчем с внутренней стороны. И это всё учтено, друзья мои, в цене. Поэтому я не говорю, что конверты все VG. Потому что с таким надрывом нельзя по-другому. Даже, наверное, VG- по моим меркам. Ну, это прогрог, а Ор, естественно, 1500 рублей. И вот такой ещё сборничек решил включить. Голландский. 83-го года. Smash Hits. Очень известная серия сборников. Но здесь, почему я её включил? Тут тоже и Гэзебо, и Билли Джоэл, Юби Фотти. Тут Кано. Если есть Кано, значит, это Алла-Диско сразу. ВМ. Регейро. Нэно. В общем, почему включил? Да потому что, опять-таки, вот редкость. Попался многостраничный буклет. Очень интересный. С множеством фотографий. Вот даже такой разворотик есть. С множеством групп, кто здесь присутствует. Это тоже, друзья мои, большая редкость. 30 страниц здесь. Плюс обложка. Конверт в состоянии VG-. Так как, видите, он был, видать, подмоченный. Вот так. Но из-за вот этого многостраничного буклета я хочу попросить 1000 рублей за этот сборник. Сборник сам по себе тоже очень хороший. И теперь под завязочку, друзья мои, Пол Десмонт, мною, безмерно любимый джазовый саксофонист, который долгое время играл вместе с Дэйвом Брубиком в его квартете. И это 78-й год. Это канадский пресс. Очень и очень нечастый. На мешке есть одно предложение за 3500 рублей. И все. В каком состоянии там, я не знаю. Друзья, конверт разворотный. Музыка классная. Это классный кулджаз на саксофоне. Мое мнение, пластинка стоит 2000 рублей. Вот так, друзья мои. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Всем пока-пока. Берегите себя. Все будет хорошо.